Epic Games снова судится с Google и по-прежнему требует признать поисковик виновным в антиконкурентном поведении. Только в этот раз под раздачу попала еще и корейская Samsung, как крупнейший глобальный поставщик Android-смартфонов. Разработчик Fortnite, одной из самых популярных многопользовательских онлайн-игр, обвиняет Samsung и Google в сговоре с целью лишить пользователей свободы выбора в части установки приложений на мобильное устройство. Речь идет о инструменте автоблокер, который по официальной версии служит для безопасности пользователей смартфонов Samsung. Но поскольку сама по себе операционная система Android позволяет устанавливать приложения хоть из альтернативных магазинов, хоть вообще откуда угодно, автоблокер ограничивает скачивание программ, как это заявлено из непроверенных источников. Так вот, в Epic Games утверждают, что их источники проверены, и раньше продукты этой игровой студии вполне были в каталоге самой Google. И вообще инструмент этот создан после того, как Epic Games победили в судебной тяжбе с главным поиском планеты, что должно было упростить возвращение игры Fortnite на Android-смартфоны. В итоге Samsung, который получает многомиллиардные рекламные отчисления от Google, фактически ограничил установку вообще любых программ исключительно официальными магазинами Google Play и самсунговским Galaxy Store. Отключить автоблокер можно, но по словам представителей Epic Games, этот процесс максимально усложнён, и мало кто из пользователей идёт на такие затраты времени. Стоит напомнить, что именно Epic Games и основатель Тим Суини фактически запустили серию антимонопольных исков, в том числе со стороны регуляторов США, ЕС и ряда других стран, против держателей обеих глобальных мобильных экосистем Apple и Google. Ну, точнее, недовольство части разработчиков, которые вынуждены подчиняться сроким правилам и отчислять до третьей заработкой двум корпорациям, было и раньше. Власти некоторых стран тоже высказывали сомнения в справедливости происходящего. Но именно Тим Суини четыре года назад пошло на открытый конфликт с Apple и Google. Причём особенно поначалу подошёл к процессу очень творчески. Чего стоит хотя бы вот этот рекламный ролик в стиле антиутопии Оруэлла. Это отсылка к рекламе самой Apple 40-летней давности, в которой уже Купертинская корпорация представлена злом, зомбирующим человечество. А персонаж Fortnite встаёт на борьбу и призывает всех сплотиться, чтобы 2020-й не стал 1984-м. Ну и началось всё с того, что Epic Games стали принимать плату за Fortnite мимо магазинов App Store и Google Play, за что игру с аудиторией в десятки миллионов человек, приносившую двум платформам колоссальные суммы комиссионных, немедленно с этих платформ вынесли. Полноценно вернуться на мобильную платформу Epic Games так до сих пор и не смогла. Зато случилось несколько масштабных антимонопольных расследований в разных частях света, итоги которых по большей части не в пользу Google и Apple. Последняя так и вовсе была вынуждена отказаться от некогда принципиального запрета на установку приложений не из фирменного App Store. Правда, только на территории ЕС и с большим количеством оговорок, но тем не менее. А ещё за четыре минувших года поменялась и ситуация в мире в целом. Теперь в борьбе американского разработчика и предпринимателя Тима Суини, который делает игры с 90-х годов, против глобальных американских же монополий усматривают политический подтекст, указывая на то, что 35% его компаний Epic Games принадлежат китайской Tencent. И в продолжении темы американо-китайских технологических войн. По данным South China Morning Post, компания Huawei, которая сама по себе под американскими санкциями, начала отправлять заказчикам первые ускорители нейросетевых вычислений на базе своего нового чипа Ascend 910C. Они должны стать, если не полноценной альтернативой, то хотя бы частичной заменой ускорителям H100 от NVIDIA, которые используются в большинстве сегодняшних проектов в области искусственного интеллекта, но поставлять которые в Китай запрещено. NVIDIA может легально продавать в эту страну только урезанную версию ускорителя и, по прогнозам, заработает на этом 12 миллиардов долларов за этот год. Но китайские власти, по данным Bloomberg, настоятельно рекомендуют своим компаниям переходить на импортозамещенные решения. Несмотря на появлявшиеся ранее сообщения о некоторой, скажем так, неидеальности программного обеспечения, который идет в связке с ускорителями Huawei. И вот уже агентство Reuters со ссылкой на несколько источников сообщает, что китайская ByteDance, владелец сети TikTok, будет тренировать свою следующую большую языковую модель на ускорителях от Huawei. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова